Итак, мы уехали с Доброфеста, можно подвести какие-то итоги. Как тебе в целом фестиваль? Отлично, мне отлично. Клепочек себе купил. Короче, самое прикольное, что нам очень повезло с погодой, то есть дождя не было вообще. То есть, если бы пошел дождь, наверное, там бы все было в говнище. А так повезло, и поэтому было нормально. То есть, одна лужа и все. Одна лужа типа на весь фестиваль. Но, типа, мы там три дня, честно, оттусили. Ну, или два с половиной, кто как. И, конечно, уже надоедает немного, потому что там не так много групп, которые я хотел бы послушать, и я все их послушал. И ходить там от сцены к сцене, это довольно скучно. В конце концов. Да, поэтому я вчера еще вечером сказал, что надо ехать типа с большой веселой компанией, чтобы такого не было. Так, что я еще хотел отметить? Какие плюсы? Какие минусы? Ну, скучно. Ну, скучно это не проблема фестиваля, мне кажется. Потому что остальным-то было не скучно. В палатке по утрам это как? Жарко в палатке по утрам. Холодно ночью. Холодно ночью. Ну, это все погода. Ну, была бы там рядом речка какая-нибудь, где можно искупаться, или озеро было бы вообще топчато. Там были души. Вот ты был в душе. Да. Ты туда не смог даже зайти, да? Ну, не, я туда зашел, но вот все, кто там в лужах купались, они там вот эту грязь ровным слоем по всему душу положили. А то есть души... Типа вещи никуда не поставить. Бесплатный душ, он нужен для того, чтобы, если ты искупался в говнище, пойти его по-быстрому смыть, я так понял. Ну, вот для этого он подходит идеально. Стоял бы пожарник с францпойтом и всех бы поливал. А может стоял где-то. Было бы круто. Там пожарная машина иногда подъезжала, но я так понимаю, они воду подвозили. Еды там очень много. Что она вся одинаковая. Ну, не, в последний день мы вообще разнообразили. Мы фалафель где-то нашли, и ты какие-то утмуртские пирожки поел. Там много всего. На самом деле. Ну, в основном там, конечно, вот это стандартное, типа, шашлыки, плов и так далее. Ну, типа, для тех, кто ищет экзотики есть и что-то поинтереснее. Что еще? Ну, проблема в том, что, типа, официально пиво может продавать только фестиваль. Да, и пиво очень надоело, и оно не вкусное вообще. Пиво, да, очень надоело, оно не вкусное, и оно очень дорогое. То, что дорогое, ладно. Типа, я так понял, что фестиваль не сильно зарабатывает деньги. То есть, там некоторые артисты, например, Смех, он сказал, что... Он принципиально не просит гонорар, потому что это хороший фестиваль, его надо поддерживать. И поэтому я решил, ну, ладно, можно и дорогого пивка попить, раз мне все понравилось. Значит, надо отблагодарить людей, тем более я бесплатно приехал. Так продает-то пиво Балтику. Ну, они, наверное, спонсор, они им деньги дают, и если они заработают много, они в следующий раз дадут больше. Мне кажется, так это работает. Как спонсорство так работает. Вот, то есть, нельзя приехать, типа, со своим фудкортом, кому-нибудь участнику, и продавать там алкоголь. То есть, это монополизировано. Ну, с другой стороны, это хорошо, значит, не будет паленки и всего такого. А те, кто хочет нахерачиться, они всегда найдут способ это сделать. Слушай, все с фляжечками, какими-то бутылочками. Первый день я читал ВКонтакте, что типа там вообще было люто, всех шмонали и не пропускали. А последние разы у нас даже права не спрашивали, когда я приезжал. Звук был классный. Почему-то вот световик, возможно, он приехал как-то поздно, но вот светопредставление, которое вот сочеталось с музыкой, началось только на порнофильмах. До этого я не замечал, просто какие-то рандомные вспышки. А на порнофильмах прям по сценарию там, это включается, это моргает и так далее. И потом тоже у всех больших команд, то ли свой световик, то ли что-то еще. Звук был зашибись. Группы играли хорошо, то есть я не видел там, чтобы кто-то сильно лажал. Но, возможно, это было на красной сцене. Да, на своем времени крутилась дорога. Ну, группа 4 апреля играла, и там у гитариста посреди выступления сломалась гитара. То есть, не знаю, что конкретно мне сломалось, но резко строй исчез, то есть, как будто, знаешь, она треснула. Но тоже ничего, никто не растерялся, не растушевался. И никто не заметил, что они без одной гитары продружки. Ну да, и с одной гитарой нормально. И даже группы, которые вот играли с утра на красной сцене, то, что я говорил, типа, это странно. Но я их слушал из фургона, и, по-моему, они были классные. Вот, то, что братство непьющих девственников, это вообще охередная группа. Я даже хотел встать, пойти посмотреть, но что-то мне было лень. Слушал так из фургона. Короче, Доброфест могу рекомендовать, и не потому, что я ангажирован, потому что меня бесплатно впустили. Мы же не пользовались никакими-то плагами. Парковка. Парковка в итоге в конце. Последний день она стала общей, потому что на обычной парковке закончилось место. Поэтому было принято правильное решение объединить парковки вип и не вип. Ну, у нас был отдельный въезд только. Ну, короче, ничем мы таким не пользовались. У нас не было, я знаю, там отдельного фудкорта, отдельной ложи и так далее. Мы со всеми людьми ходили. Я так понял, возможно, у нас была возможность пройти перед сценой в зону для журналистов, но я, честно, не хотел. Поверх там не видно ничего. Во-вторых, там, наверное, и так много народу. Эти фотографы сцены. Не, я видел кого-то с синими браслетами, но не спросил что-то. Ну, да пофиг, я что-то не горел желанием. А теперь мы едем дальше, наконец-то, в путь дорог, потому что мы засиделись, поднадоело нам на одном месте сидеть. Мы же бродячие артисты. Или как там было? Да, мы в дороге день закрём. И так мы переночевали в Нижнем Новгороде. Там ничего не происходило. Мы ночевали у Петькиного брата. И... Ну, просто, хорошо, отдохнули. Там помылись, все дела. Ничего интересного не смотрели. Ну, еще там, конечно, красиво, но я камеру не брал. И еще я приболел, короче, что-то. Вообще, продуло меня, что ли, по дороге в Нижний или что? Потому что ехали мы часов в шесть, наверное, пять с половиной. Долго ехали, что-то тяжело. И теперь какая-то хрена. Но я объелся лекарств и, надеюсь, к вечеру оклемаюсь. А если нет, то придется еще объедаться лекарствами. И теперь мы едем еще куда-то дальше. У нас такое путешествие просто. Главное, у самурая нет цели, есть только путь, да? Да, так все есть. Так что вот мы самураи, Джеки. А сейчас будем направлять тышечку. Субтитры сделал DimaTorzok Мы в Башкирии, я так понимаю, да? В республику Башкортостан въехали. И тут такие поля, короче, бескрайние. И мы захотели остановиться, попить чайку, потому что мы уже долго ехали. Часа три-четыре, наверное. Три, наверное? Четырем уже. Уже почти четыре. И увидели вот такую беседку издалека. Подъехали, а это, оказывается, кладбище. Но подумали, все равно нормально. Тихое, спокойное место. Можно посидеть, чайку попить. Но самое забавное, что я тут нашел, это, конечно, герб из СССР. Какая монетка пятирублевая старая или что-то типа того. Красота. Можно вешать на стену, но пусть висит здесь. Стоит точнее. Самое прикольное, что тут есть, это перхдеревни тут очень классные. Типа все очень масштабно тут у них. Въезжаешь в какую-нибудь деревню, думаешь, два дома там будет и все. А там школа, типа фонтан из озера. Что там еще? Это было в этом Аликово. Аликово. Вот, там название еще на двух языках написано, потому что это другая республика. Еще здесь прикольные формы у остановок автобусных. То есть иногда это двигвам, иногда теремок. Еще какая-то хрень. Тоже забавное внимание к деталям, очень мило. Ну и поля тут, короче, леса стали реже. Елки почти исчезли. И стали поля очень большие. И кукуруза растет, и вся херня. А те как? На тебе как? Отлично. Все поля распаханы, коровы ходят, козочки, лошади, курочки. Да, Петя в восторге от деревень. Вообще просто. И все чистенько, опрятненько, мусор не валяется. Людей почему-то много. Кто-то в кустах по грибам идет. Кто-то едет на моноколесе. С аэропоцами. Ну ладно, мы смеемся, на самом деле не так далеко от Москвы это все. Киллотров 400. Но все равно, типа, это же не край света. Это трасса М7 федеральная. Так что... Где-то тут далеко. Тут должно быть все нормально. Ну где-то рядом была, да. Сколько часов назад. Все, а я все еще болею. Так что выгляжу еще лучше, чем обычно. Потому что не претворяюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали на наше очередное место стоянки. Это Куйбышевское водохранилище. Там, короче, река Волга. Я показывал кадры, мы переезжали президентский мост через Волгу. И теперь мы здесь. Здесь красиво. Но тут, типа, очень популярно у местных мест. Потому что это в Ульяновске, в черте города практически. И здесь, короче, везде мусор. Люди сидят с парочками. Романтично. И вот мы тоже романтично устроились. Как тебе местечко? Отлично. Тут я не вижу ровного места поставить палатку. Я думаю, может подняться немножко туда-туда. Вот мусор везде. Не знаю, можно попробовать его подсобрать будет. Но это уже, не знаю, вот там люди сидят. Там люди сидят. Но красиво, в общем. В закате, к смотри, все вместе. У меня тут обрыв, ласточки летают. Красота. У-у-у, все прямыеиии. О-у-у. И-а-у. 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 Продолжение следует... В общем, с утра здесь с одной стороны более красиво, больше все видно. С другой стороны больше видно, как все засрано. Что, какой-нибудь мешок заберу с мусором? Давай, у тебя были мусорные мешки? Мне можно уже собранный какой-нибудь взять, чтобы хотя бы как-то уменьшить масштабы катастрофы. Ну ладно, сейчас разберемся. А так, все, пора двигаться дальше в Самару, наверное. И надо будет отсюда сейчас выехать. Заехали мы... Типа... За один разгон сюда. Обратно так и получится. Ну, сейчас, я думаю, тут несложно. Места много. Редактор субтитров. Корректор 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 субтитров. Победа! А что заглох? Требуйте долива охлаждающей жидкости. Красава! Мы в Самаре. Ехал я до Самары просто овощи, мне было как-то не очень. Опять ко меня вез. Тут в Самаре какая-то жизнь с дорогами. Куча многополосных каких-то дорог. И все время у них пробки, светофоры, что-то такое. Это Московская шоссе, мы по нему ехали где-то час, наверное, или два. Ну ладно, не два, но час, наверное, ехали. Более всего, плюс-минус. Может, минут сорок. Хотя тут, ну, Самара, он большой город, но типа не самый большой в мире. Ну ладно. Что мы тут сделали? Купили газовые баллоны. Потому что газовые баллоны такого формата, который мы используем, почему-то нигде нет. А тут мы шли в специальный туристический магазин. Но еще мы пахалы. Вот. Гулять мы не будем, потому что у нас важная миссия. Нам надо ехать в Казахстан. Ну, точнее, попытаться прорваться в Казахстан. Я не знаю, что из этого получится. Мы едем на шару, и я буду держать вас в курсе событий. Еще я тут закупился дополнительными лекарствами. Я в каждом городе захожу в аптеку и покупаю что-нибудь. Аптичный туризм. Да, аптичный туризм. По бородзетамолу. Но суть в том, что я, короче, простудился. И понятно, что простуда должна пройти сама, от нее нет лекарств. Но иногда это тяжело просто ехать в душной машине 6 часов и умирать. Поэтому надо что-то кушать иногда из лекарств, чтобы облегчить симптомы. Но я надеюсь, что все будет нормально в ближайшее время. Потому что уже пошел третий день моей болезни. Примерно за 3-4 дня проходит обычная простуда. Но если не пройдет, значит у меня, не знаю, птичий грипп и я умру. Но я зато умру в Казахстане. Знаешь, как сложно тело вывозить из Казахстана? Вообще из-за границы. Придай меня лошадям. Я думаю, родственники скажут, что я не прав. Я записал-то на видео. А, все. Так что вот. Лошади же едят, люди интересные. Ну, свиньи-то едят. Ну, если у тебя там сравнение не коренно. Помазать чем-то. Свиньи парно-кобытные, а лошади не парно. У тебя глубокие познания. Больше никаких, да. Вот. Ну, Самара-ННК классный город. Тут есть магазин Стрункиру. Кстати, по промокоду Ваганычу у вас появится скидка. Заказываете, вот. Но в магазин Стрункиру мы не заедем, наверное. А... О, тут КФС написано полностью в Кентаги Франчике. О, да. Прикольно. А поедем мы в какой-то столовке, в которой рекламу мы нашли столовки на асфальте, написанную баллончиком. Вообще никогда не хожу в такие места. Да, я тоже никогда не доверяю этой рекламе на асфальте, но тут решили... И вообще это аморально. Да, аморально. Ну, как бы это лазейка в законе. Типа, не попадает в закон о рекламе, поэтому можно на халяву оставлять такие объявления. Ну, мы пришли и там, типа, столовая, где что-то еще из еды осталось, но перед нами было 4 мужика, которые все купили. Красного выбора не было, а зло было дешево и вкусно достаточно. И очень весело, веселые женщины хохочут и смеются. Потом мужик зашел в раздевалках с женщинами, они это обсуждали 30 минут. А, да. А еще какой-то мужик с дырявыми руками ронял, сначала он вилки с ложками ранил, потом хлеб уронил на пол, что-то еще. Это же был угар. Ну, в общем, так развлекаются в Самаре, как я понял, больше тут делать нечего. Ну, еще кроме как стоять все время в пробках. Они так это любят. Просто жизни не чают. Вот народ выстроился в очередь, чтобы сесть в автобус, который будет стоять в пробке. Ну, мы по центру так и не проехали. Нет, не проехали. Мы только вот видели вот эти районы ужасные с торговыми центрами. И на дно не проехали. И на дно не заехали. Короче, в Самару, может, потом как-нибудь надо съездить. По-человечески. Но не сейчас. У самурая нет цели. Есть только путь. А путь не запрерывать. Музыка. 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 Мы из Питера едем. Чапаев, кто? Музыка. 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 Мы из Питера едем. Что-то спросим-то. Ну, где? Ну-ка, мне сейчас не скажут, что 8000, а она там стоит 500 рублей. Не-не-не, она дорого, но... Ты сколько там будет? Два дня. Два дня? Ну, там с казачатами, наверное, я очень люблю. Только что полицейский убеждал нам давать взятки вместо того, чтобы покупать документы. Ну, поехали. Пока все нормально. Это первая проверка из Петербурга. Да, первый раз нас остановили вообще. Давай заедем, узнаем, что пошел в страховку. Так, Петька пошел покупать страховку. Я сижу, дежурю здесь. Но, вообще, здесь, конечно, дорога. Это очень непривычно для меня, для питерского. Потому что, типа, в одну сторону степь бесконечная. И в другую сторону, вот тоже до горизонта, ничего нет. И так, типа, прямая дорога и пустота вокруг. Прикольно. Довольно необычно выглядит. Для меня, по крайней мере. Так, идет Петька. Ну, чё? Пошелек забыл. А? Позвонил бы. Итак, Петька получил эту страховку. Стоила она 1600 рублей. 1600. На 15 дней. На 15 дней. Это, считайте, позвонить какой-нибудь грин-картой в Финляндию, в Европу. Это бесплатно практически. И чё они тупили так долго? В общем, там кафешка. И будка. В будке дают страховку. В кафешке нихуя никого нету. Приходишь, стучишься в будку. В будке тоже никого нету. И написано, мы переехали в кафешку. Приходишь в кафешку, там сидят две грустные казашки. И, типа, делают страховки. В общем, у неё компьютер сначала завис. Потом она что-то не могла вбить. Другая ей помогала. Потом, когда они узнали, что я хочу расплатиться картой, они начали придумывать, как их сим-карту запихнуть в терминал. Сим-карта маленькая, а в терминале большая ячейка. Большая ячейка. В общем, было сложно. Мы два раза перезагружали компьютер, перезагружали принтер и искали на Алик. В общем, вот так всё и стало. Ну, нормально в итоге. Ну, ты вздаливаешь. Надеюсь. Осталось только пройти саму границу. Наших и казахских. Да. Ну, ещё страховка электронная. Они мне напечатали только потому, что я попросил. А так, типа, ты паспорт показываешь, что они по базе проверяют? Типа, да. Она в базе должна быть. Вообще, я слышал, что, типа, казахские эти гаючники, они любят взятки брать по любому поводу. Типа, особенно с русских. Поэтому надо быть начеку. Он тоже сказал, что они любят. И не давать им ничего. Носки воруют. Ой, фура упала с носки. Судя по всему, она давно упала. Хотя не знаю. Ладно, едем на границу. Там чутка осталось километров 15, мне кажется, или 20. Осталось. Да. И что-то тучи ходят хмуро. Да, тоже тучился. Эх. Красота. Итак, мы приехали на границу. Ну, естественно, затупили жестоко. Вот мы стоим в очереди посередине. И мы выяснили, что это очередь для узбеков. И что она не двигается, типа, никогда. Тут очередь для фур. Ну, сейчас уже не видно, но она там, типа, до горизонта простирается. А это очередь для всех остальных. Для казахов и русских в основном. Дело в том, что нам надо теперь судак вклиниться, чтобы нас не побили за это. Хотя, это, типа, не считается, что мы влезли вне очереди, потому что те, с кем мы вместе приехали, уже проехали. А мы все это время стояли в очереди для узбеков. То есть, если к нам отнесутся с пониманием, что мы дураки, тупые, первый раз, то это будет хорошо. А если нет, то будет тупо. Придется драться, ссориться. Умолять. Ну, нас пускают. Пускают? Классно. Но нам некуда ехать. Ну, ладно, сейчас разберемся. Так, нас пустили в очередь. Спасибо большое добрым людям, которые поняли, что мы тупые. И сейчас поедем проходить границу, наверное. Но снимать, наверное, тут нельзя. Так что, давайте, до встречи. Так, вы прошли русскую границу, осталась казахстанская. И на русской границе, короче, меня спросили. Он посмотрел мой паспорт и говорит, а чем вы занимаетесь? Я говорю, я видео снимаю, я видеоблогер. Он говорит, да. И первый раз едете? Я говорю, да. И про что у вас видеоблог? Ну, короче, что-то как-то с недоверием отнесся. А у тебя он что спрашивал? Он спрашивал, откуда мы, куда едем. Зачем не спрашивал? А-а-а. Ну, в общем, как-то странно. Спрашивал, дали мне талончик. Хотя он должен давать талончик. Я не понимаю. Но мы опять объезжаем фуры. Ну, это хорошо. За узбеком давай. А главное не встать в очередь, где узбеком. Ну, слушай, он куда-то не туда едет. Может, нахер за узбеком? У меня опасно. Ну, может, чуть-чуть. Ладно, все объезжают. И армяне, и узбеки. Все объезжают. Ну, поехали. В общем, тут какие-то свои правила. И, смотрите, уже очень сильно стемнело. Что свои правила? Всего свои правила. Как ехать? Куда стоять? Куда смотреть? Да, это, типа, вообще непонятно. Ты подъезжаешь к границе. И, типа, предполагается, что ты уже все знаешь. А на самом деле там ничего не написано. А то, что написано, оно, типа, не соответствует правде вообще. Ну, ладно. Сейчас... Ну, видишь, эта пробка тоже может быть побыстрее. На казахстанской. Они, интересно, будут спрашивать, чем я занимаюсь? Или должно быть пофиг мне? Наверное, они, если они знают... Наверное, они знают такой блогер. А ты, как сказать, видео снимаешь? Так, а я видео снимаю. Видеоблогер. А. Может, он тебя узнал? И хотел убедиться в деле этого? Ну, может быть. Типа, о чем он сказал? А мне он долго сравнивал мое лицо с фотографией. Я там без бороды. Ну, да ладно. Короче, пока нормально. Посмотрели нас феерично. Да. Подошел пограничник, говорит, осматривать машину. А мы открываем двери. Он, типа, ни хера не посмотрел. Говорит, ну ладно, проезжайте. Кстати, он самый вежливый был. Я к нему подошел и спросил, типа, мужик, я ничего не понимаю. Все куда-то бегают. Какие-то очереди для узбеков. Что делать? Значит так. Ты водитель. Вот вставай в это окошко. Там, значит, ты показываешь паспорт. Пассажиры твои показывают паспорт. Вам дают талончик. Вы подъезжаете ко мне, я осмотрю машину и пропускаю дальше. А, нормально. Правда, он сказал, мне отдаете. О, очереди узбеков. Я ее узнал. Да, узбеки с тюками стоят. Вот и наш узбек туда хочет впихнуться. Ладно, поехали за армянами. За армянами, да? Да. За грузинами нам больше нельзя ездить. Поехали за армянами. Казах хочет свалить между грузовиками. У меня почти получилось. Да, я заснял. Я только в конце начал снимать. Бля-бля-бля. Сейчас узбек лезет. Слышь, он проехал. Как он это сделал? Давай подъедем, посмотрим, сколько там места. Нет, не посмотрим. Ну, ладно. Итак, мы проехали за три часа обе границы в итоге. Ну, казахстанство, кстати, быстрее, по-моему, прошлось. Да. Не знаю. Хотя мы там прорывались с жестоким боем. Там, короче... Ну, стояние, может быть, было одинаковое. Хотя нет, даже на русской поменьше стояли. Там суть в том, что вот тут двухполосная такая дорога. Не знаю, видно, нет? Типа одну полосу целиком занимают фуры. По встречке, значит, едут все остальные. А узбеки все стоят на обочине. На обочине встречки. На обочине встречки. Ну, и на другой тоже стоят. И, короче, непонятно вообще, как там проезжать, куда идти, что делать. И вроде как сказали, что так не всегда. То есть нам повезло сегодня, что мы увидели такой экстраминатус. Экстраминатус. Главное, пришел военный. Ну, этот пограничник. Да. И показал, что все разруливает. Сказал, значит, ты стой, ты там это, ты это. Ты сюда сдай. И потом он одну девушку на Хонде пропустил. И ушел обратно. Да, фуры. И причем стоишь ты в четыре ряда вперед. А навстречу пытаются пройти фуры, которые прошли казахстанскую границу. И типа, а им вообще никак не проехали. В общем, странно. Ну ничего, вроде как все работает. Ну и прошли. Хотя вот как дальнобои там будут стоять, я не знаю. Мне их даже жалко. Дальнобои. Они вдоль них ехали уже по Казахстану. Да, они всегда так долго стоят. А тут еще и такие проблемы. Но я надеюсь, там все разрулится. Я надеюсь, это типа у них не всегда так. Просто внештатная ситуация какая-то. В связи с большим количеством узбеков. Я не знаю почему. Типа узбеки странные ребята. Они все время ходят между машинами друг друга. Все время перепарковываются куда-то двигаются. Пытаются куда-то протиснуться. В общем, веселые чуваки. И вот мы теперь наконец-то едем по Казахстану. Все документы нам оформили. Все законно, все честно. И не знаю, что мы будем делать. Потому что мы пытались снять хату на Airbnb. И нам хозяйка не ответила ничего. А сейчас у нас еще интернета не будет русского. И то есть как это все чекать непонятно. Будем надеяться, что она позвонит пока мы доедем. А если не позвонит, то я не знаю, поедем куда-нибудь в хостел. Или за ночью тупо в поле. Еда у нас слава богу есть. Как мы будем обратно проезжать. Но я надеюсь, что действительно это у них бывает раз в сто лет. И просто нам повезло. Когда пограничники узнают, что мы из Питера приперлись. Они такие, что? Ни хера вам. Мы говорим, мы хотим посмотреть на реку, где Чапаил его подстрелили. А что у вас с Чапаилом ничего не связано? На родине поближе что-нибудь нет? Почему именно сюда? Но это конечно... Казахстанский пограничник. Граничник смешно машину эту проверял. Помнишь? Просто откуда из Питера, да? Да. Все, давай. Ну я думаю, у них там такой затор, и они особо не досматривают. Они спорят, что мы порядочные ребята. Вообще по идее должны нас сильно шмонать, когда мы будем русскую въезжать в Россию. Ну посмотрим заодно. Посмотрим. В общем, пока в Казахстане темно и ничего не видно. Да, но Казахстан крутой. Респект казахам, респект пограничникам. Служба опасна, трудна и все такое. Но нам повезло, что мы не по делам куда-то едем, да? Просто херней страдаем. Типа нам в прикол постоять в очереди все это посмотреть. Эх, ладно. Будем разбираться дальше тут уже на казахстанской территории. Короче, мы в Уральске, тут охеренно. Тут они все очень любят лампочки. Они везде вешают кучу лампочек и гирлянд, все светится. Кафе, караоке, что-то еще, гостиница Престиж. Но мы вроде как нашли главную улицу, не знаю как называется. Нам просто надо найти, где пожить. Потому что наши все варианты, которые мы пытались придумать заранее, не сработали. Теперь надо найти что-то приличное, чтобы это не было типа бордель какой-нибудь. Красивая была. Вот у них, вот все у них так. Я еще не заснял, там была такая светящая строка из букв. Типа на весь дом, там какое-то полотнище текста, я не знаю. Как будто это, блин, смс-реклама, я не знаю. Все светится, все мерцает. Прикольно. О, бургер нарисован. Бутерброд. Пока мне все нравится. И машины ездят. Очень офигенно. Вроде город небольшой, а мы по нему уже столько едем. И все не можем понять, где центр. Мне кажется, мы в нем. Да. Ну хорошо, что по-русски написано еще. Мы заселились в Уральске. Наконец-то. Это была целая эпопея на самом деле. Потому что сначала мы просто блуждали по городу на машине в поисках какой-нибудь приличной гостиницы. Очень долго ездили. Нашли в итоге Пушкин-хотель. Какая-то очень прилично выглядящая гостиница. Потому что она находилась на улице Нурсултана Назарбаева. Мы сразу поняли, что это главная улица у них. И значит там должен быть топовый отель. Мы зашли и сказали, что нам нужны места. Нам нужно переночевать. Пожалуйста. И сказали, мест нет. Посоветовали какие-то еще гостиницы. Мы поехали в следующую. Там сказали, мест нет. Посоветовали какую-то следующую. Мы поехали в следующую. Как раз гостиница Престиж была. Которая внешне мне вызвала подозрения. Но мы уже были на все согласны. Там сказали, мест нет. Но там была очень отзывчивая женщина на ресепшене. И она прозванивала все гостиницы, которые мы находили в интернете. Мы там подцепились к Wi-Fi. И говорили, позвоните, пожалуйста, туда. Спросите, есть ли у них номера. И так, короче, ни у кого не было номеров. Но в итоге гостиница Урал приютила нас. И гостиница Урал это типа советская старая гостиница, которая до сих пор функционирует. И тут все такое советское. Вот, например, холл. Блин, холл. Чтобы показать холл, надо дверь открыть. Чтобы открыть дверь, это отдельный квест. Потому что вот такой ключ. Мы его вставляем. И надо найти позицию, в которой он будет крутиться. Возможно, я неправильной стороной вставил еще. О, получилось. Вот холл гостиницы. Ну, то есть чувствуете колорит СССР. Да, вот. А вот сам номер. Заходим в номер, чтобы закрыть гостиницу. Это тоже отдельный квест. Закрыть номер, точнее. Потому что вот у нас ключ крутится вроде. Но замок не попадает в паз. Поэтому надо чуть-чуть приоткрыть дверь и докрутить замок. Все, вроде я закрыл. И тут у нас вот такой номер. Тут холодильник. Самсунг. Телевизор. Кровать. Окно. Такой вот вид на улицу. На улице сейчас очень тепло, хорошо, приятно. Туалет вот с душем здесь. Это типа VIP номер. Тут есть отдельный туалет с душем. Стоило это все безобразие 7000 тенге. То есть у Петьки такой же номер. Тоже стоил 7000 тенге. В переводе на наши деньги это примерно 1200-1300 рублей где-то. Ну 1200 даже скорее. Вот. И мы были безмерно рады. Потому что в Пушкин hotel нам сказали, что номер будет стоить 22000 тенге. Что в переводе на наши деньги где-то 3500 рублей. Но мы были согласны уже на все. Потому что мы очень устали. Мы три часа проставили на границе. Мы 12 часов ехали. И нам было уже пофиг. И вот этот отель у него был. Рейтинг на Яндекс карте у него был 1,8 или 1,3. Короче меньше двух. Но я не знаю на что тут люди жалуются. По-моему все прекрасно. Тут царит просто советское раздолбайство. Вот видите надпись. Курить в номере запрещено. Петька курящий человек. Он спросил у охранника. Типа где тут можно покурить? Типа на улицу спускаться. Он говорит. Охранник ему отвечает. Ты чё? Типа дурак. Окно открой да покури. И вот у нас окно. В принципе в него можно курить как нам сказал охранник. Но это все я придумал только что. Это на самом деле не правда. На самом деле курить нельзя. Это и так прекрасно. Это прям так весело и здорово. Высокие потолки. Ну в общем все лучшее от советских времен здесь присутствует. Все худшее наверное тоже. На четвертом этаже даже есть буфет. Где у нас где не принимают карты к оплате. И женщина буфетчица сказала. Мы можем принимать рубли по курсу пять к одному. Ну то есть официальный курс где-то шесть к одному примерно. А она типа с наценкой пять к одному. Ну короче это очень классно. И наконец мы сможем поспать помыться и все в этом духе. Тем более тут сдвиг по времени небольшой. Я доволен что мы здесь заселились. Это свершилось. Потому что если бы мы ничего не нашли. У нас был бы вариант типа спать в поле. Опять. Такие дела. Давайте до завтра. Завтра мы поедем до какой-то речки. Где подстрелили Чапаева. Искупаемся там. И нам надо будет срочно ехать обратно. Потому что у нас не так много времени осталось на весь отпуск. Времени мало. Надо действовать. У самурая нет цели. Есть только путь. И этот путь в процессе.